Всем привет, уважаемые друзья, вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, и мы продолжаем нашу карьеру на максималках, и как вы видите, Ашмяны на последнем месте в турнирной таблице. У нас после 9 матчей 4 ничьих, 5 поражений и 4 очка, это худший результат ни одной победы, все клубы уже одержали победы, кроме Ашмян. Ну, вы скажете, это предсказуемо, это ожидаемо, и я бы сказал тоже, что да, у нас худший состав в лиге, и мы в конце, но! Сейчас я вам покажу одну вещь, в этом FM добавили возможность посмотреть на ожидаемые голы, вот он показатель ожидаемых голов, то есть XG. Так вот, по XG Ашмяны занимают 4 место, 4 в лиге, то есть, по сути, это столько, сколько команда могла забить. Проблема в том, что мы при этом находимся на 16-м месте, на 16-м! Ашмяны за всю историю команд, каких бы я ни тренировал в футбольном менеджере, это самая незабивающая команда вообще, потому что по моментам реально ни в одном матче не было такого, чтобы мы уступили как-то по-жёсткому. Вот даже матч с торпеда Жодина, последний, 4-1 мы там проиграли, надо понимать, что у соперников был пенальти, то есть, это отнимаете сразу 70, то есть, там 2 на 1, ну, по XG будет с небольшим преимуществом Жодина. Ну, вот, вот они, переплетение XG, вот здесь вот пенальти мы убираем, и, по сути, две примерно одинаковые кривые, но Жодина забивает 4 гола, мы забиваем 1 гол. И так практически во всех матчах, мы играли с лидером чемпионата, с олигорским шахтёром, и у нас было больше по XG, больше, но шахтёр победил, несмотря на то, что у нас было больше по XG. Неман Гродно, играли в гостях, но здесь 1.65 у Немана, у нас 1.95, мы опять-таки сделали больше, и 1.65 у них только потому, что они били пенальти, опять-таки, то есть у них меньше единицы был XG в этом матче, реальный. У нас было намного больше моментов, но мы проиграли. Да, были ничейки с энергетиком БГУ, с Рухом из Бреста, ну и здесь мы тоже переигрывали соперников. У нас XG 1.05, у соперников 0.4. С энергетиком БГУ у нас XG 2 практически у соперника, единица. То есть, просто, ну, мы должны были выиграть, ну, хотя бы один матч, мы должны были выиграть. Игра со Славей из Мозыря, где мы, в общем-то, тоже переиграли соперника со значительным перевесом. 2 на половину практически, на 0.5, на 0.4. Ну, это, я не знаю, настолько невезучие команды, как Ашмианы, вот именно в высшей лиге, я не видел. И здесь я вижу такую связь, что дело не столько в тактике, которую ты выставляешь, и не в скиллах отдельных игроков, а в целом как-то FM сравнивает общие скиллы команд, и просто та команда, которая хуже, она не будет забивать свои моменты. Вот ты расшибаешься в лепешку, ты стараешься, ты бьешься, там, пердишь, а у тебя команда все равно не забьет. Вот такое ощущение есть, что ты вот как будто в какую-то стену упираешься, и хотя твоя тактика работает, ты имеешь преимущество, ты грамотно играешь, но игра тебе не дает победить. Твой вратарь, ну, он просто вне зависимости от своих скиллов, хотя они прокачиваются у меня, вратари, защитники, игроки, в общем-то, молодые, неплохие, сильные, но они пропускают. Просто потому что по скрипту удары все у соперников получаются не берущимися, а удары наших футболистов это какие-то смешные ковырки в сторону ворот, там, с метра, где, казалось бы, не забить уже просто невозможно. Но нет, оказывается, возможно. И, конечно, из ужасной новости Филипп Томашкович, или Томаскович, не знаю, вряд ли есть среди моих зрителей люди, которые следят за этим игроком в реальной жизни, но, так или иначе, чувак ушиб позвоночник и выбыл от 8 до 12 месяцев. Я уж не знаю, что там за ушиб может быть на 8-12 месяцев. Стрессовый перелом позвоночника, по-моему, месяцев 8, а тут 12 месяцев просто ушиб. Какой-то ушиб всей бабушки просто диагностировали. Хотите приобрести футбол-менеджер дешевле, чем в Стиме, тогда переходите по ссылке под видео. Ну а промокод SalavatUnited даст вам дополнительную скидку. Итак, играем против Витебска, играем дома. Ну, я не знаю, сами можете сейчас увидеть, как мы будем играть. Давайте покажем, на что способна эта команда. Ну, я надеюсь, что мы сумеем добыть первую победу. Потому что играем дома, ну да, соперник сильнее нас, любой соперник сильнее нас. Но, с другой стороны, тот же самый Слуцк, Энергетик, БГУ, мы их обыгрывали в прошлой лиге, в первой лиге мы их обыгрывали. И поэтому я думаю, что надо обыгрывать соперников этих и здесь. Хотя у нас, конечно, с этим пока достаточно тяжко. Ну вот соперники идут вперед. Вот подача, Лайко поймал, ничего себе. Обычно все такие удары наша команда пропускала. Но вот, может быть, этот матч станет переломным. Копролев не добегает, не дорабатывает. Но здесь надо выигрывать мяч. Никулин, заброс, конечный! Ну вот, вот, примерно вот так. Да, здесь офсайт был, но примерно так. Наши ребята все бьют, и вратарь соперника обязательно ловит удар. Томислав Солдич. Еще один легионер. Травма паха. Что уж он там со своим пахом сделал, я не знаю. Но еще один игрок выбывает из-за травмы. Помимо того, что у нас еще и с реализацией проблемы, у нас еще и с травмами проблема. Вынужденная замена. И причем травмируются топ-игроки, лидеры. Потому что для нас и Томашкович, и Солдич это топ-игроки. И мы сейчас остаемся, по сути, с полузащитой на уровне первой лиги. Помимо того, что у нас большие проблемы с футболистами. Мельник ушел на фланг. Ну, очень грустненько там обделался. Тем не менее, Кириченко помог сохранить контрольный мячом. Копролев назад. Кириченко. Играет в центр. Здесь Вакулич. Гречиха. Ну, неплохо. Рачич пока еще в строю. Пока еще не покалечился. Рачич! Матья Рачич открывает счет в этом матче. Здорово, Матья. Молодец. Ну, я надеюсь, что хотя бы Рачич доживет до следующей игры. Потому что если и Рачич покалечится, то я даже уж не знаю, кем мне играть. Ну, гол красивый. Никулин голевая передача. Рачич гол. Продолжают Ашмианы атаковать. Ну, в принципе, мы во всех матчах играем очень хорошо. При том, что осторожно. Но момент создаем конечный и удар заблокирован у конечного. Очень долго он соображает. Да, не хватает, конечно, конечному то ли подвижности, то ли чего. Но два гола всего забил он, по-моему, в этом сезоне. Что для нападающего очень мало. Но в целом команда, я говорю, достаточно результативно играет. И здесь мы ведем в счете 1-0. Но такое уже было, что мы вели в счете. А потом пропускали там дуплетом сразу два гола. Играли достаточно хорошо. Но есть куда расти. Индивидуально, конечно же, у меня куча претензий. К тому, как не все футболисты выглядят хорошо. То есть Копролев тот же самый выглядит плоховато. Причем Копролев сам ко мне подошел и говорит, давай мне игровую практику. Но тут совпало так, что Шемрук был в плохой форме, травмировался. Тоже наше приобретение. Тоже с травмой. То есть у нас сейчас три лидера, они травмированы. Из футболистов более-менее неплохих сейчас у нас Богданович и Ирачич остались в строю. Все остальные, но это игроки уровня первой лиги. Кириченко. Уже на желтой карточке, кстати. Что плохо. Потому что он может в любой момент получить вторую желтую. У нас были удаления, были обидные матчи, которые мы проиграли из-за удалений. Вакулич! Ну что творит Гущенко? Вакулич отлично пробил сейчас. Тоже шанс был прекрасный. Забивай не хочу. Но вратарь действовал великолепно у соперников. Вот здесь еще нам не хватало контратаку получить. Кириченко как-то очень неспешен. Но успевает в подкате обезоружить соперника. Никулин, Рачич. Рачич, ну дай вперед! Ну вот же, вот же, вот же! Забежал Никулин, Рачич. Ну почему ты такой глупый? Я не знаю. Шанс прекрасный был сейчас у матья Рачича. Но он затупил. В атаке наши соперники. Ну здесь Семенов. Вот вроде бы первый на мяче, никто не мешает. Но попытайся скинуть своему партнеру. Нет. Он отдал на соперника. Колпачук, опасно! Да, повезло, что сейчас Долгов нас прощает. Капролев выглядит уже очень плохо. Но у нас есть Сорокин, Куцепалов. Ну выпустим Куцепалова. Других замен я пока делать не хочу. Потому что Кириченко играет хорошо. Гречиха. Вот разве что Гречиху можно поменять на Сорокина. Ну это вот как вариант. Мда. Такие замены произведем. Атакуют наши соперники. Ну здесь обстановку вроде бы разрядили. Но выбили мяч очень плохо. Момент. Справляется Лайко. И здесь не было положения вне игры, кстати. Здесь Лайко нас реально выручил. Здорово сыграл. Но тем не менее, по ХГ по-прежнему мы впереди в этом матче. Мельник, подача. И момент! Ну как? Ну как в этой ситуации мы не сделали 2-0? Я не понимаю. Самая концовка матча. В атаке Витебск. Диего идет вперед. Подача. Здесь отбились. Еще один заброс. Но офсайд же был. Офсайд был. Конечно. Конечно. Здесь офсайд был виден невооруженным глазом. Но Лайко молодец. Среагировал. Кстати, непонятно, почему за удар из офсайда соперником подняли XG. Там. Там был офсайд. Алло, ребят. Вы что? Вы что делаете? Зачем вы занимаетесь писаниной вот этой? Рисованием. О, он же убегал! Ну, понятно, команда низшей лиги. Вот, команда низшей лиги. И там был момент такой, что можно было давать просто на свободное пространство. Но вот в этом и как раз таки реализм. Потому что это слабая команда, слабые игроки. Они не видят таких возможностей. Но другое дело, что сейчас соперник атакует. И может что-то придумать. Последние секунды матча. И мы пропускаем. На последней минуте! Я говорю, это самая невезучая команда, которую я когда-либо тренировал. Это просто самая невезучая. Реально самая невезучая. Ну, что это такое? Ведь они могли сами сейчас забить. Если бы отдали тот пас. Вместо этого тупо просто просрались на последние минуты. Я не знаю. Но ведь тут судью не упрекнешь, что он добавил много. Потому что там минутка еще оставалась. Ну, иди делай. Мельник, ну подай нормально. Ну, что ты делаешь? Почему ты ждешь, когда к тебе подбежит соперник? Ну, просто подай сразу. Да. Ну, здесь вот ты не прикопаешься. По XG все одинаково. Ну, в целом нет. В целом матч равный, действительно. И по игре с Витебском вопросов нет. Витебск играл, так скажем, неплохо. И, ну, заслужил свой гол в концовке, потому что эта игра была равной. Тем не менее, ничейка помогает нам подняться на 15 место. В целом, в целом, я не могу сказать, что я недоволен там командой. На 4 недели выбыл Солдич. Фигово. 10 матчей у нас без побед. Но победа могла быть сегодня. Могла быть, но, видите, не состоялась. Солдич и Гречиха не смогут сыграть в следующем матче против Белшины. Но, может быть, другие игроки себя проявят. По поводу того, что меня там уволят, я за это вообще не боюсь. Потому что правление нами довольно. Но у нас задача какова? Бороться за выживание. То есть, не вылететь, вернее, не остаться в Лиге, а просто хотя бы бороться. Потому что денег нет. Ну, а когда денег нет, нет возможности приглашать сильных футболистов. Соответственно, ну, 15 место это вообще перевыполнение просто задания. А по игре мы вообще, я вам говорю, на 4-м должны быть, если бы нормально забивали свои моменты. Просто посмотрите на наш состав. Травма, дисквалификация, травма, травма. Ну, хоть Шимрук восстановился. Вот он вместо Копролева сыграет. Вместо Гречихи выйдет Сорокин. Вместо Солдича, ну, Кириченко, естественно, в основе. Сюда мы пихаем Сычева и Юрия Круша. Я уже думал, что эти люди вообще не будут выходить и играть. Но, как оказалось, придется. Других вариантов нет. Мельник, но должен был вернуться уже, наверное, Макушинский. Да, мы Макушинского поставим на следующую игру. Мельник, наверное, нам пригодится. Ну, где-нибудь, где-нибудь... Даже не знаю. Да ладно. В принципе, обойдемся без Мельника. Мельник плохо молол в прошлом матче. Не знаю, можно ли придумать название более суровое, чем Белшина-Бобруйск. Но вот именно против Бобруйской Белшины мы будем сейчас с вами играть. Ну, даже не знаю, как эта игра завершится. Но уже пора, конечно, выиграть. Вот, наверное, в том здании, которое находится за стадионом, там как раз хранилище шин, в которых эти Белшины как раз-таки лежат. Ну, фалит Кириченко сразу же на первой же минуте. Очень повезло, что ему и желтую карточку за это не дали. Но позиция-то опасная для подачи. И мы... Ну, офсайт, но... Все равно, я не понимаю, какой смысл был там фалить? Ну, окей, ну, прошел бы он. И че? Там защитники стояли. Смысла фалить не было вообще. И тут мы получаем опасный стандарт, который, в принципе, мог быть голым. Я попрошу ребят взбодриться. Может быть, это поможет. Макушинский играет на Шемрука. Шемрук. Нужен прострел. Макушинский это делает в Акулич. Ну, куда ты бьешь? Вот видите, вот о чем я говорю. Удар по центру идет. Вот просто. Если бы соперники более классные имели такой момент, они бы пробили в уголочек. Просто не потому, что там они более классные, а потому, что вот скрип так сработает. Даже если у меня более-менее бьющий футболист окажется на такой точке, он все равно пробьет не туда. Но моменты у нас опять есть. Мы превосходим соперника по XG. Но видите как? Толку-то. 0-2, 0-3 практически по XG. А забить не можем. И продолжает сейчас Белшина уже нагнетать. Белшина-то, мне кажется, свой первый удар должна забить в отместку за такую нашу расточительность. Ну, вот здесь нужно попрессинговать. Ну, конечно, конечно. Никита Соколовский, пожалуйста. Удар головой. Не опасный. Довольно будничный. Но обратите внимание на то, как он в уголочек. Просто Оливье Жиру играет за Белшину. Смотрите, в борьбе с защитником Макушинский там стоит. Макушинский с ним прыгнул. И этот гений верховых единоборств Никита Соколовский точнехонько в уголочек направляет бильярдным ударом. Ну, я бы понял, если бы это был какой-то великий мастер футбола. Но нет, это же такой же белорусский футболист. Я думаю, что Соколовский это не какой-то монстр футбола. Ох, там наши уже взбесились. Двумя ногами прыгают, злятся. Так, ну, надо их как-то... Как-то их надо сосредоточить. Сейчас на баланс перейдем, потому что... Ну, посмотрите, что происходит. Я не знаю. Ну, серьезно, ребят. Да, это соперник более мастеровитый. Но такие голы забивают... Там, не знаю, Пагба какие-нибудь, да? Какие-нибудь Ван Дебеки. Какие-нибудь Бернарда Силвы, Дебрёйна. Но такое ощущение, что я играю против, там, Манчестер Сити. Но это Белшина. Нет такой большой разницы, вот именно в скиллах игроков здесь, чтобы... Я посмотрю после матча, если у меня открыты эти скиллы, там, Соколовского, опять же, того же самого Чернышова, который второй гол за... Вот, конечный так не забивает. Не потому, что он не умеет, а потому, что просто общий скилл соперника, видать, какой-то высокий. Поэтому, ну, вот. Поэтому так вот игра просчитывает это дело. Перерыв 0-2. Ну, по XG нас соперник превосходит. Но в целом, я надеюсь увидеть другую команду во втором тайме. Велика Богданович, недовольный твоей игрой, ты нервничаешь. Чё нервничаешь? Нервничать должны наши соперники, потому что они пока что отскакивают. Ну, не то, что отскакивают. Белшин-то нормально играет, но просто голы, которые мы пропускаем, они какие-то очень лёгкие. То есть соперник из сложных положений забивает мячи. А мы из простых не можем. Вот это расстраивает, конечно. Хотя, безусловно, ну, да, можно списать на разницу в классе, но это очень как-то обидно. И такого количества невезения, ну, сложно представить. Если команда играет, если она показывает футбол какой-то, она бы уж, ну, одну победу как минимум бы одержала. Рачич идёт к штрафной. Ну, прострел нужен классный. Падает, это пенальти. Павел Вакулич пробьёт. Ну, посмотрим сейчас мы на этого Вакулича. Как он будет исполнять. Забил пенальти, удивительно. Друзья, мы забили с пеночки. Мы красавцы. Мы это сделали. Гол, в который сложно поверить. Ну, хотя здесь тоже на тоненького, видите, вратарь вполне мог удар этот отразить. Вот наших ворот сейчас продолжится атака. Лайко. Ну, не тупи, пожалуйста. Выбил. Куда попало, выбил, конечно. Рачич на Богдановича. Богданович Никулину. Никулин думает, отдаёт Сорокину. Сорокин вперёд. Конечный. Конечный. Ну, забеги же ты по-человечески. Что ж такое корявое забегание. Вакулич. Никулин. Передача гениальная. Рачич. Удар. Конечный. Нет добивания. Что ты делаешь, Конечный? Так. Ну, Конечный садится на лавку. Короче, выходит Ануфрив. Я не думаю, что это нам прям сильно поможет. Но хотя бы. Хотя бы что-то надо поменять. И поменять форварда. Потому что Конечный абсолютно недееспособен. Макушинский. Подача. И что это? Ануфрив. Боже мой. Он даже не пробил. А у соперника Соколовский там исполнил бы сейчас удар через себя. В падении. Сальтуху какую-нибудь. Шимрук. Идем вперед. Шимрук. Подача. Ануфрив. Ну, конечно, не попадает. Ну, конечно. Это же не Соколовский великий, который исполняет момент с сопротивлением, зависнув в воздухе, как вертолет. Как Криштиану Роналду. Помните в московском финале Лиги Чемпионов? Вот то же самое сделал Соколовский. Ну, я поражен. Я поражен. Тем, что я вижу. Как у нас здесь развиваются события. Потому что реально уж не все так плохо. Сейчас Тихановский закрутит. Посмотрите. Может там такой пушечный удар быть. Ну, нет. Здесь Лайко спас. Так. По заменам. Кого вам не заменить? Ну, Никулин уже прямо очень устал. Поэтому мы вместо одного Никулина выпускаем другого Никулина. И у нас вместо Шемрук Рачича. Рачич очень устал тоже. Давайте мы сюда Шемрука переведем. А вместо Рачича выпустим Данила Куцепалова. Тоже такой вариант усиления игры. Ну, переходим уже в атаку. Терять нечего. Концовка матча. Команду приободрим. Здесь повезло нам. Ну, как повезло. Удар. Это не момент. Это полумомент. Но, в целом, конечно, еще одна подача. Лайко вылавливает этот мяч. Ну, хорошо бы, конечно, ничеечка по такой игре. Это будет спасение. Да, мы не победим. Но хотя бы сыграем в ничью. И это уже будет большим подарком. Большим плюсом. Заброс на Шемрука. Шемрук. Хороший момент. Ну, сделай. 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 Ну, почему, Ануфри? Почему ты не забиваешь, дорогой? Момент хороший. Момент хороший. И по XG, опять-таки. Да, даже если вычесть пенальти. У нас все равно больше. У нас XG все равно больше, чем у соперника. Не намного, если убрать пенку, но больше. Но команда не выигрывает. Она пока даже... О, боже мой. Куцепалов не забивает с убойной позиции. Ну, что тут сказать? Я говорю, Ашмяны в этом плане просто худшая команда. Хотя у них есть... Ну, вот сейчас и соперник нам тоже ответил, конечно. Не забив. Но... В целом, я бомблю. А сейчас совсем смешно. Человек, который забил нам головой прекрасный мяч, Никита Соколовский, имеет игру головой 1. Майлз Джейкобсон, объясни, пожалуйста, почему футболист с игрой головой 1 в прекрасном стиле забивает головой? Ну, он не должен этого уметь вообще. Он вообще никогда в жизни. То есть, только без сопротивления как-то он может там заковырять чего-то. Но человек с игрой головой 1 в борьбе мастерски переигрывает. Я вот просто после этого хочу переиграть этот матч. Ну, серьезно. У меня руки трясутся, опускаются после такого. Потому что, ну, вот как это возможно? Этот человек не игрок, который может забивать головой. Но он забивает головой из борьбы. И там и вратарь ошибся. Там он пробил идеально. Какова вероятность, что человек с игрой головой 1 из борьбы пробьет вот так? И какова вероятность, что это будет там вот именно в матче против моей команды? Я не знаю. Это нулевая практически вероятность. Но это происходит. Еще прикол. Хотите дальние удары Егора Чернышева? От 4 до 9. Не, ну если там 9, то окей. Он пробил. Вполне мог игрок с таким дальним ударом. Забить. Да, но если там 4. К сожалению, не могу посмотреть. Может быть, ну, мне не будет лень. Я там в другом каком-нибудь сейве загляну. Но если там у Егора Чернышева 4-5. Ну, ну, блин. FM, серьезно. Причем, вы помните, какие моменты были у Ануфриева? У него игра головой 12 на минуточку. То есть человек с игрой головой 12. Он в этом матче 2 или 3 момента упустил. Когда на него навешивали, ему надо было пробить и забить. А он бил выше ворот. Я не понимаю, как это работает. Ну, серьезно. Забивает человек с игрой головой 1. Если бы у этого Соколовского была игра головой 12, я бы слова не сказал. Ну, типа, да, окей, умеет человек играть головой. Более мастеровитая команда. Ля-ля, траля-ля. Ну, вот. Человек умеет играть головой. На него навешивают. И он бьет все время не точно. Криво, косо. То есть, типа, он что, разучился это делать? В прошлом сезоне он играл нормально. Он это делал. А здесь он прям, ну, типа, другая лига или что? И мы по ИГЖ продолжаем всех обыгрывать. Но при этом все матчи проиграны. Я просто не понимаю, что произошло в премьер-лиге. Неужели у ребят какая-то боязнь высшего дивизиона чемпионата Беларуси? Не знаю. Но по скиллам, даже индивидуально, игроки у меня не самые плохие. Все-таки они могут что-то. И моменты мы создаем. Но просто кошмар. Фаны критикуют тактику Салават Юнайтед. Неудачи кажутся бесконечными. Да, 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 да. Дело в тактике. Конечно же. Дело в схеме. Мы же не можем выиграть не потому, что у нас моментов нет. Мы не можем выиграть, потому что у меня люди не забивают момент. А нам забивает чувак с игрой головой. Один головой забивает сложнейший гол. То есть вот такой гол, там, это мастерство. Прям гол Соколовского. Окей, Илья Мороз. Можете ли вы... А, Городея меня хочет главным тренером. Но еще круче. Городея, которая сейчас располагается на 16-м месте в таблице. У них одна победа есть. Но если смотреть на наш турнир, превью сезона, то Городея-то как-то выше места советовали. Ну, вернее, предрекали, что она будет там 11-м. Ну, не знаю. У Ашмян вообще тысяча к одному. Но, чтобы вы понимали, по превью сезона у Ашмян вообще шансов не было. При этом мы показываем игру на высочайшем уровне. Ну, просто не забиваем. И это первый раз. За все ФМ я вот столкнулся с настолько фатальным невезением. Ну, бывало такое, что я какие-то матчики проигрывал там. Бывало, что что-то выигрывал. То есть, где-то там в серединке плелся. Но здесь вообще фейл. Просто это, с одной стороны, челлендж. С другой стороны, ну, как-то хотелось бы более... Ну, более адекватного, что ли, поведения игры. Чтоб тебе не забивали люди. Хотя бы люди с плохими скиллами, чтоб тебе не забивали. Готовы мы сыграть против Ислычи. Ну, тут, конечно, тоже я... Я даже не знаю, что у нас получится. Хочется надеяться, что получится просто реализовать те шансы, которые у нас будут. Я уверен, что шансы будут. Я уверен, что моменты будут возникать. Но надо будет просто, просто тупо забить. Вот все, что будет. Если забьем, то я буду очень рад. Вакулича здесь задавили вдвоем. Может быть, судья даже сподобится на желтую. Нет, не сподобился. Ну, и штрафной был там, судя по всему, не очень опасный. Вот еще один момент. Кириченко уже где-то схлопотал желтую. Что? Ну, я понимаю, что офсайт. Но он даже в этой ситуации не забил. Просто один на один с воротами остался. Как так? Ну, и нас сейчас прощает Ислыч. Тоже был хороший момент. Солюсарь. Ну, зачем ты это сделал? Ну, боже мой. У меня истерика, ребята. Ну, серьезно. Это Ашмяны. Это просто худшая команда официально, которую я когда-либо тренировал. Вот худшая. Просто такого дерьма у меня еще не было никогда. Потому что настолько плохой клуб. Настолько бездарные игроки, которые... Ну, зачем ты на 15-й минуте? Как ты вообще заработал две желтые карточки за такое время? Вот он наш шанс сегодня. Надо побеждать. А не удалиться ли мне? Думает Ванечка Кереченко. Да. Ну, просто красавелла. Просто... Нет. Ну, это вообще за гранью понимания, за гранью всего. Это самая ужасная команда, которая когда-либо тренировала. Самая ужасная. Официально. Официально. В таком дерьме я еще не был никогда. Вот чтобы... Прям настолько все плохо было. Я уж не знаю, какой там был первый фолл у Кереченко. Я хочу просто его посмотреть. Вот что здесь было. Можно? Можно? Давайте вот посмотрим. Что здесь? Где нарушил? Это что, желтая? Просто что там? Опасной атаки не было. За что там желтую дали? Ну, он дал желтую. Окей. Но если у тебя уже есть желтый, ты в курсе об этом. Зачем ты нарушаешь правила еще раз? Я не понимаю. Рачич. Убегаем в контратаку. Рачич бежит вперед. Бежит, бежит, бежит. Но он один. Поддержки нет. Но он бьет по воротам с острого угла. Ну, там не было поддержки. Все нормально. Катана. Сейчас Сорокин еще сфалит. Я буду вообще дико ржать, если у нас будет второе удаление. Ну, нет. Тут расстрел ворот уже идет. Лайко нас выручает. Ну, надо играть с обороны. Тут уже даже осторожно играть нет смысла. А, ну, понятно. Понятно. С углового нас задавили. Нам забили. Винсент Бикана. Ну, тоже там два человека с ним боролись. Просто теперь интересно посмотреть на этого Винсента. Ну, этот хотя бы умеет играть головой. Высоко прыгает. Умеет играть головой. Нет вопросов. Человек выпрыгнул и забил. Ну, красавец. Че тут, как говорится, говорить-то? Все по делу. Забил, забил. Нет претензий. Нет проблем. Ну, и Лайко вынос вперед. Солюсарь. Лайко справляется. Ну, тут уже... Тут уже, конечно, тяжело. Просто уже морально тяжело играть такие матчи. И как из этого кризиса выбираться, я не понимаю. Потому что вот вроде бы, да, соперник по зубам, что называется. Но в этом матче твои игроки просто тупо привозят... Просто привозят. Я не знаю, что с этим делать. Потому что взять и нарушить правила два раза за 15 минут. Я еще понимаю, когда там за два тайма набираются карточки эти. Но когда они собираются за 15 минут, я не знаю, что... Должно быть в голове просто в маленькой черепной коробке у футболиста, чтобы он нарушал правила раз за разом. Вот просто не понимаю. Естественно, в этом матче мы уже не выиграем по XG. Потому что у нас тупо не будет моментов. Их просто не будет. Ну, может быть, на контратаке там сбегаем. Что-нибудь, может быть, какой-нибудь рачище добежит до чужих ворот. Ну, давай желтую, давай, давай. Может быть, конечно, сейчас нас спасет судья и удалит кого-то из соперников. Но на это я бы не рассчитывал. Очередная атака Ислачи. Слюсарь обыгрывает Никулина как стоячего. Никулин прыгает в ноги. Сейчас бы еще пенальти привез. С этого нам только не хватало. Но соперники активничают. Подача. А Лайко на месте. Лайко справляется с угрозой. Наш угловой. Ну, было бы неплохо забить. Рачич, подача. Нет. Конечный проигрывает вверх. Это, к сожалению, не Соколовский, который с игрой головой один умеет забивать. У нас таких гуру футбольного мяча, к сожалению, нет. Который, не умея играть, забивает. Но вот атака. Ну, сейчас Давидовский, мне кажется, доиграет. Сейчас тоже прыгнет в ноги. Будет два удаления. Слюсарь. Слюсарь. Боже мой. Ну, ладно. Ладно. Ну, что тут скажешь. Здесь без претензий по XG. Здесь претензий только к игрокам. Бросить бутылку, орать надо сейчас на всех просто. Потому что настолько плохо играющей команды я не видел давно. Ну, тут, конечно, все дело в некоторых товарищах, которые подвели. Ну, подвел Кириченко в первую очередь, который взял и нарушил правила. Хотя его об этом никто не просил. Ох, Слюсарь пробил. Это, наверное, какой-то местный Жуниньо Пернамбукано с таким-то ударом. Не, ну, я допускаю, что у соперника могут быть нормальные игроки. Но как же обидно. Потому что ни в одном матче в сезоне... То есть, какова вероятность того, что ни в одном матче сезона тебе не повезет? То есть, тебе не везет просто всегда. По умолчанию. Сычев и Гречихов идут на поле. Ну, чтобы не получить уж вторую желтую, придется делать так. Рачич, Рачич бежит. Давай, беги как можешь. Ну, почему ты не можешь ни от кого убежать? Рачич, ты же довольно быстрый. Ну, видите как. Не хватает скоростенки. Ну, хотя бы, блин, в этом матче на ничейку наиграть. А это было бы здорово. Но какая ничейка? Тут... Ха-ха-ха-ха! Еще и пенальти они привезли. О, боже. Просто команда молодости нашей. Лайко потащил! Ну, ничего себе. У Лайко в этом матче оценка 7-8. 8-3! Бедный Лайко. Ну, это единственный человек, который у нас вот из вышедших сегодня на поле заслуживает уважения. Потому что Лайко реально сейчас борется за место первого номера. И... Ну, здесь он уже не допрыгивает, да. Винсент Бекана оформляет дубль. Что нам делать? Что нам делать? Ну, вариант есть на самом деле. Что делать? Конечного ставим сюда. В нападении выпускаем Мануфриева вот сюда. Вот. Мануфриева лучшая роль таргетмен. Таргетмен в поддержке. Соответственно, нам нужно Мицалу поставить сюда. Сюда поставить, естественно, разрушителя. Идем в атаку. Ну, сейчас у нас задача линии активного отбора гораздо выше. Прессинг более жесткий. Играем более агрессивно. Так. Вводить мяч через таргетмена, естественно. Пассы уже более прямолинейные. Темп игры максимально высокий. Через фланги мы не играем. Играем через центр. Подключение через центр. Зарабатываем стандарты. Играем уже максимально раскованно. И достаточно широко. Ну, нет, ладно. Ставим. Так. Вообще не умеем мы по этой схеме действовать. Но тут вариантов уже нет. Либо так, либо никак. Я думаю, мы можем сейчас вообще с крупным... А! Мы забили гол? Серьезно? Мы забили гол? Охренеть. Давидовский. Пока я там настраивал, ребята высрали гол. Ничего себе. Ну, ничего себе. Ну, сейчас слюсарь заложит, я думаю. Нет, нет. Не заложит. Ну, время есть еще. Время есть еще. Сейчас. Мы как заиграем. Сейчас как начнем вперед выбивать. Кстати, мы заменили Давидовского, который забил гол. Ну, я не видел, что он забил. Просто в прошлых ФМах, когда был гол, там все моргало, мигало, светилось. И ты понимал, что ага, гол. А тут ты этого не понимаешь. Выходишь, там уже забили, но ты все сделал. Удар. Лайко. Ну, вот хотя бы вратарь у нас получил заряд уверенности в этой игре. Конечный. Макушинский. Ну, куда? И это гол! Ануфриев забивает. 2-2. Вот это да. Ну, отходить в оборону сейчас смысла-то не имеет, мне кажется. Потому что... А какой смысл? Ну, ничья. Ну, поражение. Здесь ошибся вратарь. Выбил прямо на Ануфриева. И это гол. Прикиньте. Ну, если мы, конечно, выйдем вперед, я уже тогда попробую как-то отойти назад. Но сейчас смысла нет, мне кажется. Времени до конца слишком много. Если, может, была минута 90. Ну, тут Лайко. Давай, Лайко. Нужен героический матч, ребят, нам. Вот если мы здесь хотя бы очко завоюем, мне кажется, это будет бустом для команды реальным. Конечный заброс вперед. Но здесь соперник, я думаю, накажет все-таки. Все-таки накажет. Но Лайко что творит? Оценка вратаря 9-0. Офигенно. Офигенно. Ну, сейчас нам нужен героизм. Рачич не добежал, блин. Ну, какой героизм, если Рачич не добегает? Серьезно. Ну, это самый огненный матч. Сейчас сезона будет. Слюсарь бьет. Лайко. 9-1. Оценка у вратаря. 9-1. Чувак просто ренессанс переживает. Настоящий. Вот здесь может быть опасно. Макушинский просирает Макаса в хлам. Момент. Лайко. Ха-ха-ха. Не, я уже не надеюсь на эту сраную оборону. Только Лайко может нас спасти. Оценка 9-6 у вратаря. Супер кураж. Лайко. Очередной супер сейв. Ребята, что творится? 9-6 у вратаря. Ха-ха-ха. Последние минуты. И что? Мы пропускаем на последних минутах. Нет. Лайко тащит из ближнего угла. 9-6. 9-7. Опасно подача. Но у нас там Лайко стоит стеной. Так что можно не переживать. Рачич играет в подкате. Осталось совсем немного времени. Последняя атака соперничества. Неужели мы проиграем на последней секунде? Ну, наверное, нет. Не проиграем. Потому что тут у нас вратарь поймал кураж. Ха-ха-ха. Я ничего не понимаю, ребят. Серьезно. Вот ничего не понимаю. Мы создаем кучу моментов. И вот этих матчей мы проигрываем. Но стоит нам. Но стоит нам. Просто начать просираться дико. И мы, в общем-то, проиграв по ИКЖ, страшно сказать, 2 единицы. У нас просто внезапно вратарь становится стеной. Помните прошлые ФМы, когда у соперника там вратарь абсолютно никчемный становился супергероем? А здесь Лайко стал супергероем. Да, мы не выиграли. Но мы сыграли в ничью в безнадежнейшем матче. Когда казалось, что все против нас. Что все, мы просрем нахер. Но мы сыграли смело. И внезапным героем стал наш вратарь. Это невероятный сюжет. И я говорю, что... Ну, много чего я, конечно, не видел. Но это... Это просто супер. Это просто супер. Я такого раньше никогда не видел, чтобы вратарь вот так вытаскивал тебя в одиночку. Чтобы твою команду вратарь вытаскивал. Такого я не видел. Да, у нас 6 очков, мы отстаем на 5 от спасительной зоны стыков, зоны плей-офф. Но что делать? Будем как-то стараться выбираться из этой задницы, в которую сами забрались. Но, друзья, надеюсь, что вам нравится. Надеюсь, что вам это нравится. Ставьте пальцы вверх. Конечно же, подписывайтесь на канал. И я продолжу эту карьеру. Потому что она бомбическая. Она жесткая. Она сложная. Но это лучшая карьера FM на YouTube. Я вам говорю. Да, это предвзятое мнение. Но вот в моей карьере, да, такого не было никогда. И по накалу того, как я переживаю за каждый матч, вот такого, я вам говорю, не было никогда. Это просто бомба. Поэтому, друзья, я верю в вас. Ну, может быть, у кого-то есть какие-то советы для меня, как выбраться из той задницы, в которую мы залезли. Может быть, есть какие-то FM-ные штучки, про которые мы не знаем, чтобы как-то их настроить. Может быть, и попытаться по новым методикам выбраться из говна. Но пока так. Пока так. Пока с трудом. С трудом мы выживаем. Но Лайко, конечно, красавец. Сразу его средняя оценка 7.22 стала. Это, наверное, лучший вратарь лиги теперь будет. Но Лайко молодец. Лайко красавец. Лайко красавец. Лайки, лойки можете поставить. Я буду очень рад. Всем спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго. Удачи. И пока-пока-пока. Пока.